Роберт Пёрсинг. Дзен и искусство ухода за мотоциклом. Моей семье. И что хорошо, Федор, и что нехорошо, просить ли, чтобы нам это объясняли? Примечание автора. Особую благодарность я должен выразить Стюарту Коэну, который предоставил мне свой кабинет, чтобы я мог писать, и миссис Эбигейл Кэньон за критическую помощь с первыми главами. То, что следует ниже, основано на подлинных событиях. Хотя многое пришлось изменить риторики ради, в сущности, к этой истории следует относиться как к факту. Тем не менее, книгу никоим образом не следует включать в гигантский корпус фактической информации, касающийся практики ортодоксального дзен-буддизма. Что же до мотоциклов, тут все тоже не слишком документально. Часть первая. Не отрывая ладони от левой рукоятки, на часах вижу, что уже половина девятого утра. Воздух даже при шестидесяти милях в час теплый и душный. Если уже в полдевятого жарко и сыро, что же будет днем? Ветер несет едкие запахи придорожных болот. Мы в той части центральных равнин, где тысячи топий, где хороша утиная охота. Едем на северо-запад от Миннеаполиса к Дакотам. Эта дорога — старая двухполосная бетонка, по которой почти никто не ездит с тех пор, как несколько лет назад параллельно ей проложили новую четырехполосную трассу. Когда проезжаем очередное болото, воздух неожиданно холодеет. Когда же болото остается позади, теплеет снова. Хорошо, что опять заехал сюда. Это некие далекие Свояси, совершенно ничем не знаменитые, потому к себе и манит. На таких старых дорогах исчезают все напряги. Трясемся по избитой бетонке среди рогоза, лужаек, опять рогоза и болотной травы. Тут и там мелькает открытая вода, и если вглядеться на краю рогозовых зарослей, различаешь диких уток и черепах. Вон красноплечий трупиал. Шлепаю Криса по коленке. «Чего?» — вопит он. «Трупиал!» Что-то отвечает «не слышу». «Чего?» — ору я, не оборачиваясь. Хватает меня за затылок шлема и вопит. «Я их туч увидел, па!» «А-а-а!» — ору я в ответ. Потом сам себе киваю. В одиннадцать лет красноплечий трупиалы не особенно впечатляют. Для этого надо стать постарше. У меня тут примешиваются воспоминания, которых нет у него. Давние холодные утра, когда болотная трава бурела, а метелки рогоза мотались на северо-западном ветру. От жижи, взбаламученной высокими охотничьими сапогами, поднималась едкая вонь. Мы готовились к восходу солнца и открытию утиного сезона. Или зимы, когда топи замерзали и мертвели, и можно было часами ходить по льду и снегу среди мертвых камышей и ничего не видеть, кроме серого неба, всякой дохлятины и мороза. Никаких трупиалов тогда не было. Но сейчас, в июле, они вернулись, и все очень даже себе живет. Каждый квадратный фут этих топи гудит и щелкает, зудит и трещит. Целое сообщество миллионов живых тварей, у которых вся жизнь проходит в каком-то блаженном континууме. Если отпуск проводишь на мотоцикле, видишь все совсем иначе. В автомобиле ты всегда в замкнутом купе, а поскольку привык, даже не сознаешь, что окно машины тот же телевизор. Ты пассивный наблюдатель, и все скучно движется мимо в рамке. На мотоцикле же такой рамки нет. Ты полностью в контакте со всем вокруг. Ты в самом пейзаже, а не просто созерцаешь его, и собственное присутствие тебя ошеломляет. Бетон, что проносится в пяти дюймах под ногой, реален. По нему ходишь, вот он, мелькает, так, что не разглядишь толком, однако можно опустить ногу и шкрябнуть по нему в любой момент. Все это вместе — единое переживание, которое все время непосредственно осознается. Крис и я едем в Монтану с друзьями. Они впереди, быть может, направляются еще дальше. Планы расплывчатые, намеренно. Цель — больше просто путешествовать, чем куда-то приезжать. Все в отпуске. Предпочитаем второстепенные дороги, лучше всего. Мощенные проселки, только потом однополосные шоссе. Скоростные трассы — хуже всего. Конечно, хочется доехать хорошо и быстро, но главное сейчас — хорошо, а не быстро. С таким смещением ударения меняется весь подход. Извилистые дороги среди холмов длинны только при счислении на секунды. А на мотоцикле гораздо приятнее. Вписываешься в плавный поворот сам, а не болтаешься туда-сюда в каком-нибудь ящике. Приятнее всего дороги с небольшим движением. Они еще и безопаснее. Лучше, если нет автостоянок и рекламных счетов. Если рощи, луга, сады и полянки. Чуть ли не у самой обочины. Там проезжаешь мимо, и тебе машут дети. Там люди с крылец вытягивают шеи рассмотреть, кто проехал. Там останавливаешься узнать дорогу или еще чего. А ответ грозит затянуться так, что мало не покажется, и люди интересуются, откуда ты и долго ли уже в пути. Моя жена, я и наши друзья пристрастились к таким дорогам несколько лет назад. Время от времени сворачивали на них для разнообразия или чтобы сократить путь до другого шоссе. И всякий раз пейзаж оказывался просто грандиозным. И с очередного проселка все съезжали успокоенные и радостные. Много раз так бывало, пока не стало окончательно ясно, хотя было очевидно с самого начала. Эти дороги вовсе не то, что главные. И весь ритм жизни здесь другой, и те, кто вдоль них живет. Эти люди никуда не едут. Они не слишком заняты и потому любезны. О здешности и сейчасности вещей они знают все. Про такое напрочь забыли другие, те, кто переехал в города много лет назад, да и их потерянные отпрыски. Это просто открыло нам глаза. Я не понимал, от чего так долго не доходило. Видели, однако, не замечали. Или, скорее, были натасканы не замечать. Может, нас обдурили, и все стали считать, будто подлинная жизнь происходит в метрополии, а остальное просто скучное захолустье. Загадка прямо. Истина стучится в дверь, а ты говоришь, «Пошла прочь, я ищу истину», и она уходит. Непонятно. Конечно, едва дорубило, ничто уже не могло согнать нас с этих дорог. По выходным, по вечерам, в отпусках. Стали подлинными мотоциклетными асами второстепенных дорог и поняли, что в пути, оказывается, можно кое-чему научиться. Научились, к примеру, отыскивать годную дорогу на карте. Если линия петляет, хорошо. Холмы, значит. Если это единственная дорога из маленького города в большой, плохо. Лучшие дороги всегда соединяют какие-нибудь захолустья, а добраться побыстрее всегда можно другим путем. Если выезжаешь из большого города, скажем, на северо-восток, никогда не следует долго ехать прямо. Сразу отклоняйся к северу, потом к востоку, опять к северу, и скоро окажешься на второстепенной дороге, по которой ездят только местные жители. Главное тут не заблудиться. Поскольку дорогу знают только местные, которым и так известны все приметы, никто не жалуется, что никак не обозначены, к примеру, перекрестки. Это сплошь и рядом. А если обозначены, как правило, малюсенькой стрелкой, что ненавязчиво прячется в кустах. И все. Те, кто ставит стрелки на проселочных дорогах, редко повторяют дважды. Пропустил знак. Твоя проблема, не их. Мало того, начинаешь понимать, что с грунтовками на картах автодорог зачастую все не точно. И твоя грунтовая дорога время от времени просто заводит сначала в две колеи, затем в одну, а потом на пастбище, и там пропадает. Или же приезжаешь на задний двор к какому-нибудь фермеру. Поэтому перемещаемся в основном согласно мысленным прикидкам и дедуктивным выводам из тех ориентиров, которые удается распознать. У меня в кармане всегда есть компас на случай облачных дней, когда не определишь направление по Солнцу. На бензобаке в рамке закреплена карта, по которой можно подсчитать мили от последней развилки и узнать, чего искать дальше. С такими орудиями и без напрягов от мысли куда-то непременно попасть, все получается просто отлично. И Америка почти в полном твоем распоряжении. На день труда и день памяти проезжаем по таким дорогам милю за милей, не встречая ни одной машины. Потом пересекаем федеральную трассу и смотрим на автомобили. Они бампер к бамперу выстроились до горизонта. Внутри угрюмые физиономии. На задних сиденьях плачут дети. Все-таки хочется им что-то объяснить, но они хмурятся и вроде куда-то спешат. Поэтому никак. Я видел эти болота тысячу раз и всегда по-новому. Неверно называть их блаженными. С таким же успехом можно звать их жесткими и бесчувственными. Они таковы тоже, но и подлинность опрокидывает любые скоропалительные концепции. Вот. Огромную стаю красноплечьих трупиалов вспугнули наши моторы. Птицы поднимаются из заросли рогоза. Я еще раз хлопаю Криса по коленке и вспоминаю, что он их уже видел. «Чего?» — снова вопит он. «Ничего. Чего?» «Проверяю, ты не потерялся!» Ору я, и разговор прекращается. Если не особенно любишь орать, содержательных бесед на мчащемся мотоцикле не получится. Вместо разговоров все время примечаешь окружающее и медитируешь на него. Виды и звуки настроения погоды и то, что вспомнится. Машина и местность вокруг. Вот размышления на долгом досуге, без спешки, без малейшей мысли, что впустую тратишь время. Поэтому давай так. Раз время есть, поговорим о том, что взбредет на ум. Мы ведь почти всегда так спешим, что случая поговорить просто не выпадает. Сплошь бесконечная суета. Изо дня в день. И много лет спустя только диву даешься. Куда же ушло все это время? Как жаль, что оно ушло. А теперь время не навалом. Никуда не денется. Вот я бы и хотел подробнее поговорить о важном. Взбредает же мне на ум нечто вроде шатокуа. Только так я его и могу, пожалуй, назвать. Вроде бродячих палаточных шатокуа, которые раньше ездили по всей Америке. По этой Америке, в которой мы сейчас. Такие старомодные популярные беседы. Они обучают и развлекают, развивают ум и несут культуру, просвещают уши и мозг слушателей. Более торопливое радио, кино и телевидение вытеснили шатокуа. Но мне кажется, что эта перемена не вполне к лучшему. Возможно, с нею поток национального сознания ускорился и расширился. Но, по-моему, он все-таки измельчал. Старые русла уже не могут удержать его. И в поиске новых он несет своим берегам лишь больше хаоса и разрушений. В этом шатокуа мне бы не хотелось прокладывать новые русла сознания. Просто глубже раскопать старые, забитые грязным илом застоявшихся мыслей и слишком часто повторяемых банальностей. Что нового? Интересный вопрос. Он расширяет сознание, но если гоняться только за ним, он приведет лишь к нескончаемому параду пустяков и модных примочек. К илу завтрашнего дня. А мне бы хотелось интересоваться другим. Что лучшего? Этот вопрос не полосует, а вспарывает, и ответы на него смывают ил по течению. В человеческой истории есть эпохи, когда руслом мысли прорезались слишком глубоко, и ничего поделать с ними было нельзя. Не происходило ничего нового, а лучшее диктовалось догмой. Но сейчас все иначе. Поток нашего общего сознания теперь вроде как стирает свои берега, теряет основное направление, топит низины, разъединяет возвышенности, и все это без особой нужды, лишь бы зряшно дать выход собственному внутреннему импульсу. Похоже, надо углублять русло. Впереди наши спутники. Джон Сазерленд и его жена Сильвия съехали на стоянку для пикников. Пора бы размяться. Я подкатываю к ним. Сильвия снимает шлем и встряхивает волосы. А Джон ставит свой БМВ на подножку. Все молчат. Вместе проехали уже столько, что с первого взгляда понимаем, каково остальным. Вот и сейчас. Спокойны и просто осматриваемся. На скамейках в такой час еще никого нет. Вся стоянка наша. Джон шагает по траве к чугунной колонке и качает питьевую воду. Крис убредает меж деревьев к ручейку за травянистым бугорком. А я гляжу по сторонам. Немного погодя, Сильвия садится на деревянную скамью и разминает ноги. Поочередно задирает их, пригнув голову. От долгих пауз она унывает, и я ей что-то говорю. Поднимает взгляд на меня, потом опять смотрит в землю. «Люди в машинах на трассе?» — говорит она. «Первый был такой грустный. За ним еще один точно такой же, потом еще один. И еще. Все одинаковы». Они просто ехали на работу. Сильвия все отлично понимает, но ее замечание резонно. «Знаешь, работа, повторяю я, понедельник, утро, полусонные. Кто в понедельник утром ездит на работу и скалится во весь род? Но они же все такие потерянные», — говорит она. «Будто умерли, как похоронная процессия». Она опускает ноги на землю и больше не разминается. Понимаю, о чем она. Однако это логический тупик. Работаешь, чтобы жить. Этим они и занимаются. «Я болото разглядывал», — говорю я. Не сразу она поднимает голову и спрашивает. «Что видел?» «Целую стаю красноплечьих трупиалов. Когда мы проезжали, они вдруг разом взлетели». «А-а-а-а!» «Хорошо было снова их увидеть. Они связывают все друг с другом, мысли и прочее, понимаешь?» Задумывается, а потом улыбается. И за нею темно-зеленые деревья. Сильвия знает тот особый язык, который не имеет ничего общего с произносимым. «Дочка». «Да», — говорит она. «Красивые. Последи за ними». «Ладно». Появляется Джон и проверяет багаж на мотоцикле. Подтягивает, потом открывает подсидельную сумку и давай в ней копаться. Выкладывает что-то на землю. «Если понадобится веревка, не стесняйся», — говорит он. «Господи, да у меня ее раз в пять больше, чем нужно». «Пока не надо», — отвечаю я. «Спички», — продолжает он. «Лосьон от загара, расчески, шнурки». «Шнурки?» «Зачем нам шнурки?» «Давай не будем», — говорит Сильвия. Они вперяются друг в друга каменными взглядами, потом оба поворачиваются ко мне. «Шнурки могут порваться в любой момент», — серьезно говорю я. Они улыбаются, но не друг к другу. Вскоре возвращается Крис. Можно ехать дальше. Пока он готовится и взбирается на мотоцикл, друзья выезжают, и Сильвия машет рукой. Снова на шоссе, и я смотрю, как они удаляются. Много месяцев назад эта парочка вдохновила меня на Шатукуа, что сейчас взбрел мне на ум. Вероятно, хотя точно я не знаю, он как-то соотносится с некой подводной дисгармонией между ними. Надо полагать, дисгармония в любом браке — штука обычная, но в их случае это просто трагедия. Мне так во всяком случае кажется. Здесь не столкновение личности. Между ними ничто иное, и никто в этом не виноват, но и решения ни у кого нет. У меня, видимо, его тоже нет. Так, мысли разные. Мысли начались с незначительной вроде бы разницы в наших с Джоном мнениях по совершенно пустяшному поводу. Как ухаживать за мотоциклом? Для меня естественно и нормально пользоваться инструментами, читать инструкции, которые прилагаются к каждой машине, налаживать и регулировать ее самому. Джон возражает. По нему выходит, что об этом должен заботиться компетентный механик, и тогда все будет правильно. Обе точки зрения совершенно нормальны, и это никогда бы нас так не развело, если б мы столько не путешествовали вместе и не сидели бы в придорожных кабаках за пивом, болтая о том, что взбредает на ум. А на ум взбредает обычно то, о чем думал последние полчаса с тех пор, как разговаривали в последний раз. И если на уме дорога, погода, люди, старые добрые времена или то, о чем пишут в газетах, беседа вполне естественно строится приятно. Но едва речь зайдет о работе машины, конец всякому строительству. Разговор тормозит, виснет молчание, общая непрерывность ломается. Сидят, например, два старых друга, католик и протестант, пьют пиво, жизни радуются. И тут ни с того ни с сего в беседе всплывает контроль рождаемости. Все просто каменеют. Если такое случается, это как нащупать зуб с выпавшей пломбой. Его же невозможно оставить в покое. Его надо щупать, тыкать вокруг, пихать его языком, думать о нем. И не потому, что тебе это нравится, а потому, что он не идет из головы, хоть тресни. И чем больше я щупаю и пихаю тему ухода за мотоциклом, тем больше Джон раздражается. От этого, само собой, я щупаю и пихаю еще пуще. Не поддразнить его, а потому что это его раздражение вроде симптома, есть что-то глубже, под самой поверхностью. Оно сразу не очевидно. Когда толкуешь о контроле рождаемости, беседа ведь каменеет не от того, больше или меньше следует рожать детей. Это лишь поверхность. А вот под ней конфликт убеждений. Вера в эмпирическое планирование общества против веры в авторитет Бога, как учит католическая церковь. Хоть до потери пульса доказывай практичность заранее рассчитанной деторождаемости, это ни к чему не приведет, поскольку твой оппонент попросту не приемлет допущение, что все общественно практичное хорошо само по себе. Благо для него имеет иные источники, которые он ценит так же, если не выше. Как и общественную пользу. Вот и с Джоном то же самое. Я могу проповедовать практическую ценность и достоинство ухода за мотоциклом до хрипоты. С него все как с гуся вода. После первой же пары фраз взгляд у него совершенно стекленеет, и Джон меняет тему или просто отворачивается. Не хочет об этом слышать. Сильвия тут совершенно на его стороне. Вообще-то она гораздо выразительней. «Это просто все другое», — говорит она, если на нее нападает задумчивость. А если нет, — отмахивается. Как мусор. Они хотят не понимать. Хотят не слышать.